Здравствуйте, уважаемые и романтики, Прометеи, Хранители Пламени. Ох, и заставил меня этот ювель побеспокоиться. Такая прям-таки детективная история. А случилось так, что в какой-то момент мне показалось, что теряет он мощность. Ну, вроде бы горит, но не совсем так. Ну, как бы, когда кажется, надо креститься. Ну, не помогло. Вместо этого посмотрел предыдущее свое видео, вот это сразу после сборки. Ну, там он, конечно, шпарит, аж подпрыгивает. Вот, ну, в принципе, и сейчас он шпарит. Но, в общем, дело было так. Начал он терять мощность. Вот такие вот, видно, стали появляться желтенькие на концах. Ну, если чайник сверху поставишь, то нормально. А вот на полном газу даже стали появляться вот такие вот проблески желтенькие. Я, кстати, на ютубе смотрел. Ну, мало у кого горит вот так вот в полную мощность ювель. То есть, обычно там все-таки желтое пламя присутствует. Ну, первое подозрение. А, ну, вот это вот чутье, оно от чего появилось? Ну, когда там 3-5 уже бачка уже сжег, уже, в принципе, чувствую, что, ну, как оно должно гореть. Ну, и что-то вот беспокоило. Вроде бы как что-то не так. Ну, первое что? Недогрев. Бачка, бачок стальной. Ну, а с какой радости недогрев? То есть, он уже ничего не менялась. Второе, что, ну, спичечкой обошел все вот эти сальник там, пробку, предохранительный клапан, все, короче, соединения. Может быть, течь. Ну, тоже, значит, никаких, никакого ничего не происходит. Значит, течи нету. Но ощущение, ощущение, что все-таки он горит слабее, чем должен осталось. Ну, следующий подозреваемый, конечно, форсунка. Для форсунки вот это у меня товарищ мой, который тоже примусами увлекается, там, ну, еще более, как бы, завзятый, чем я, дал мне вот такую струну. Она для бензина подходит, а для керосина она, ну, не влазит в керосиновые форсунки. Поэтому я ее вот так вот наждачкой, ну, Левочкой немножко придал ей изящности, пастой ГОИ, значит, отполировал, кончик там заполировал и давай же чистить форсунку. Ну, а получается, чистишь, чистишь, и как в том анекдоте. А мне все хуже и хуже. Вот это про лося анекдот есть. Вот, ну, совсем загадка. Значит, следующий, что еще, морозилка с приоткрытой пробочкой, там, полчаса подержал. В теплый тазик, ну, такой хорошо горячий, там, градусов, не знаю, 40, трудно было руку держать. Ну, то есть, перепад 60 градусов, то есть, теоретически, ну, даже немножко меньше, чем при горении. Погрузил, вообще ничего, ни пузырька, ни никакого либо следа. Но все равно ощущение, что он горит, не так остается. Ну, вот, сейчас-то он уже вроде бы не так горит. Я это все не снимал, потому что, по правде говоря, не был уверен, что там вообще есть проблема, что надо будет какое-то видео выкладывать в последующем. Однако, один раз задался целью. И, ну, дальше будет без комментариев. Короче, если бы не знал, где искать, то хрен нашел бы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, вот, разобрал. Тут даже не видно. Ну, вот, вроде какая-то точечка вот здесь вот есть. Вот здесь вспучило краску, то есть горело-то оно с верхней части, язычок пламени был, а скорее всего, что под краской просто оно откуда-то проходило. Ну-ка, сейчас попробую микроскоп свой задействовать. Я, ну, вот, вот, вот. Я, ну, вот. Тоже с микроскопом все равно ничего не видно. Ну, да бог с ним. В общем, в общем, сейчас планирую как-то, ну, во-первых, очистить вокруг краску и твердый припой PSR-45. Значит, просто даже не запаять, а просто облудить вот это вот все место. Посмотрю, как это поможет. Вот, ну, на текущий момент, значит, единственный негативный итог то, что вот, как вы видите, пламя косое получилось, потому что я вот этими растираниями, когда с форсункой, я, видимо, переусердствовал. И вот ту вот самую свою лучшую, самую прямую форсунку, я ее таки убил. И она, ну, то есть она дает желтое пламя, как я не грел, как не это самое. Вот это остаток, тут несколько форсунок осталось, но большинство из них, ну, практически все косы там, несколько штук даже сразу выкинул, потому что у них, вот так даже если посмотреть, ну, неважно. Вот если с торца посмотреть, то там даже отверстие было прямо вот так вот сбоку, то есть они, ну, просто они там, не знаю, очень сильно косили, я их от греха подальше уже выкинул. А вот это то, что осталось, ну, они, в принципе, нормальные, но все равно, как это сказать, функции свои-то он выполняет, но не аккуратненько, как бы пламя все-таки вот видно косое. Но главное, что без желтизны, и что даже можно его немножко сделать малый газ. Пайку тоже не снимал, ну, там, по техническим причинам. Вот, возможно, слайд-шоу у меня получится сделать. Там вот то белое, белое такое на горелке, то, что вы видели, это... Сейчас покажу. Это вот такой вот канцелярский корректор, штрих. Ну, это применяется вот в пайке для того, чтобы припой не растекался по... Ну, туда, куда не надо. Во-первых, оно неэстетично, во-вторых, ну, расход большой там. Это же твердый припой, все-таки не дешевый. Вот, и... Также, я думаю, вам интересно было посмотреть на судьбу вот этого вот, моей фторопластовой этой шайбы. Ну, опять же-таки, фторопласт в примусах, тут есть сторонники, есть противники. Это как кому удобно, но у меня этого фторопласта, извините, завались. Из этих палок, палок сантиметр диаметром пооставалось. И при необходимости я такого, ну, там буквально минут за 10 можно там новую сделать. В принципе, не... Как бы, не особо... Заморачиваюсь с этим вопросом. Ну, сейчас вот... В принципе, ну, вот тут вот там уже, где пайка... Сейчас возьму перчатку поближе, покажу. Вот. Нигде ничего не травит. Примусочек работает. Так, наверное... Кстати говоря, при работе с примусами лучше использовать... Лучше использовать сварочные кожаные перчатки. Они более теплоустойчивые. Ну, вот такая вот пайка получилась. Вот. Поскольку паял... Ай, горячий. Паял... Ну, как бы, это у меня уже была какая-то там пятая или шестая пайка в моей... В моем опыте. Но, в принципе, получилось даже лучше, чем я предполагал. Что касается причин вот этих трещин, которые там... Они... Значит, вообще суть... Суть проблемы... Главное, как бы, ее... Что называется... Трудность, сложность. То, что, во-первых... Во-первых, оно... Все эти течи находились за вентилем. То есть, там тазик, не тазик. Ну, хорошо, открыл вентиль, но воздух там вышел через форсунку. То есть, их очень трудно обнаружить. И, во-вторых, скорее всего, от теплового расширения... Вот сейчас вот горелка горячая, там... Не знаю, там у них градусов 150, может, 200. И они там чуть-чуть расширялись. А в холодном состоянии, то, конечно, они закрывались. Ну, как это... От температуры оно сжимается. Их просто невозможно было обнаружить, эти микроскопические течи. От чего они появились, тоже раскрою небольшой секрет. Вот в этом самом первом видео, там, где я его собираю, там, промываю, прожигаю. Значит, да, я его сделаю потише, а то невозможно разговаривать. Вот. Я там прожигаю вот такой вот горелкой. Значит, вот эту горелку примуса. И когда я его восстанавливал, я еще тогда не знал, что нельзя бросать в воду. Я его бросал в воду. Значит, три раза прожигал, ну, раскалял, бросал в воду, раскалял, бросал в воду. И буквально в тот же день я, ну, как-то вот тоже шарился по интернету. Нашел, что этого делать нельзя. Потому что латунь потрясит. И поэтому я вот эти вот, именно, то, что про воду, я вырезал. Ну, чтобы не вводить ни в кого в заблуждение. Вот. То есть, возможно, из-за этого возникла трещина. Возможно, это уже, как бы, следы времени. Там, оно уже от времени, там, что-то, значит, постарело там. Или, в общем, как бы, ну, со временем все изнашивается. Тут никуда не денешься. Но, опять же таки, что касается прожига горелки, то, смотрите, когда вы прожигаете, то, по сути-то, вы не делаете ничего, ничего сверхъестественного. Точно так же она собиралась на заводе. Если там есть какой-то припой, он там расплавится, потом, значит, аккуратненько остынет постепенно. И растечется там, где ему надо. То есть, с точки зрения вот самого, значит, способа прожига горелки, я считаю, что он совершенно безопасный, вот, просто без фанатизма и может постепенно, то есть, не резкие нагревы делать, а так постепенно, так раз, и остужать тоже так, постепенно, как будто телевизор размагничивает, так, то есть, дать ему аккуратненько остыть. Все на этом, надеюсь, эта информация... А, так, насчет кривой форсунки сказал. Ну, в общем-то, все, надеюсь, эта информация будет вам полезна. И, кстати, вот здесь, если вы заметили, горловина здесь прикручена как раз на фум-ленту. к горловине горелка прикручена на два оборота, там, два оборота фум-ленты. Так что, можно это вполне делать. Спасибо, что досмотрели до конца. Ну, кому нравятся там лайки, подписки, это на ваше усмотрение. И догорят наши примуса синим пламенем. Субтитры сделал DimaTorzok